Всем хайперпоп, пацаны! У этого субжанра все больше интересных представителей, и вот конкретно это видео, это не 100% туториал типа How to Hyperpop in 5 minutes, а скорее попытка погрузиться в этот жанр и немножко изучить его. Так что меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод, и я предлагаю вам погружаться в хайперпоп вместе. Добавим первый инструмент, это будет его величество Nehus, просто маэстро хиперпопа. Ну, конечно, по разным данным это может быть и электро, это может быть и сайлент, и все что угодно, но в Nexus очень много прикольных жизнерадостных звуков, и я уже заранее знаю, какой звук мне нужен. Да, и поставим темп сразу на 150, чтобы было чуть пободрее, чуть повеселее. Начнем мы не с аккордов, а с тональности. C-sharp minor, natural minor. По сути, весь гиперпоп можно написать на трех нотах, ну, конкретнее на трех аккордах. Это первая ступень, которая входит в наш natural minor, а напоминаю, ступени, это вот первая ступень, вот вторая, вот третья, то есть все подсвеченные нотки. Мы берем первую ступень, потом берем седьмую ступень и шестую ступень. От первой ступени через одну подсвеченную на следующую подсвеченную мы строим минорный аккорд. На седьмую ступень мажорный аккорд. На шестую ступень тоже мажорный аккорд. И получаем... Давайте все это вместе опустим на октаву вниз. А средненькие нотки вот так с Ctrl-Shift я зажатым выделяю, Ctrl-верх и... И вот на этих трех аккордах вы уже можете написать 100 тысяч миллионов битов. Конкретно сегодня я их буду использовать. Шиф, перетаскиваем. Первые два такта. Начнем вот с этого. Я хочу... Это уже как конструктор. Мы просто берем аккорды и перетаскиваем их. Да. И вот готова наша последовательность аккордов. Мы будем использовать только их. И теперь можем простроить еще один Nexus для того, чтобы на задний план добавить немножко пэда. Например, просто следующий пресет. Ctrl-C, Ctrl-V. Поднимем на октаву вверх. Можно нотки чуть-чуть удлинить. На этом в целом можно было бы остановиться, но я хочу добавить более богатого звучания. И я просто на лейере сюда еще один синт, который в целом можно было использовать отдельно. Конкретно это Electro Rage is Love XP. Вот этот шикарный плаг. Просто можем Ctrl-C, Ctrl-V. И еще это уже не обязательно, но чтобы звучало побогаче, можем продублировать нижние нотки и получить... Вот такое звучание мне кажется близким к идеальному. Ну и как обычно, скачать этот проект вы сможете у меня в Инстаграме, как только это видео наберет, 3333 лайка. Ссылка на мой Инстаграм есть в описании. И если вам уже нравятся эти аккорды, если вам уже нравится это звучание, то смело ставьте лайк. И очень скоро вы сможете скачать этот проект и поковыряться в нем самостоятельно. Ну и на мой Инстаграм можете подписаться, я уж точно против не буду и продолжу. Еще я хочу добавить несколько басов, которые будут играть в разное время. И первым этим басом станет бас из Silent One. Вот этот ретро-вейвовый банк я хочу использовать. Давайте начнем вот с этого звука. Просто пропишем нотки. Я думаю, вот так вот будет его удобнее всего прописать. Просто перетаскиваем его по корневым нотам наших аккордов. Октаву выше. Поищем более прикольный звук. Остановимся вот, наверное, вот на этом звуке. И теперь дублируем Silent, потому что в Silent я хочу взять еще и Lead. Вроде подходящий звук. Lead у нас будет звучать тоже по ноткам аккордов. Но не совсем так. Мы добавим еще одну нотку. Хочу сделать ту-ту-ту-ту-ту. Вот так. А если какой-нибудь другой звук посмотреть? О, вот этот подходит больше. Да. Ту-ту-ту-ту. О, да. И потом ту-ту-ту-ту-ту. Точно так же. Ту-ту-ту-ту-ту. Ctrl-B. По сути, наши основные и главные нотки Lead тоже просто идут по корневым ноткам аккордов. И чуть-чуть разбавлены, чтобы мелодия была просто поинтереснее. Теперь временно отключим Silent с Lead и добавим Serum. Чтобы добавить Plug, который будет просто ритмически отыгрывать, я, наверное, возьму что-нибудь. Да. Просто отключу ему нойз. Первый паттерн просто пропишем по ноткам аккорда. Дублируем и начнем здесь просто с другой ноты. И вот так ставим на нотку, которая больше всего напрашивается за счет наших Ghost Channels. Нормально. То есть этот Plug в данном случае не должен быть сложным и обладать каким-то суперсложным ритмом из-за того, что у нас уже куча всего в инструментале есть. Вот мы добавили почти все инструменты, осталось всего лишь четыре добавить. Да, сущая ерунда. И перед этим в комментах расскажите, какой ваш любимый хайпер-поповый трек. И если не сложно, буквально парой слов его опишите. Лично я сам ничего более характерного, чем Myron от Lil Uzi пока не услышал. И я понимаю, что это очень-очень-очень-очень на поверхности. И, собственно, поэтому-то я и прошу вас написать что-то более интересное в комментариях, чтобы я смог составить такой прикольный плейлист хайпер-попа. Собственно, вы тоже можете пройти в комментарии и посмотреть, кто там какие прикольные треки написал. Ну и, конечно, каждый комментарий помогает видео чуть-чуть продвигаться выше в рекомендациях. Так что я вам буду благодарен вдвойне. И добавим капельку воксов. Для этого я использую библиотеку XL. Переключаемся на Loops. И ставим вот здесь вот нашу тональность C-Sharp Minor. Возьмем пока что вот этот пресет. Мне очень нравится это звучание. Но мне мало воксов. Допадем еще один. Тоже XL. Просто его копируем. У нас настройки тональности сохранились. Просто возьмем... Вот этот звук поставить в самом начале. Да. Типа... Вот такой у нас получился дополнительный ритм из воксов. Возможно, да, вы можете сказать, что типа слишком уже много всего. На что я могу вам ответить, что оно не будет все одновременно играть. Почти никогда. Ну и вообще, сколько можно очень простых минималистик битов. Хочется размаха, полифонии, яркости, мощности. И вот... Я тут развлекаюсь таким образом. И, конечно, 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 у нас будет вступление, в котором у нас будет играть целый арп. Потому что я подсмотрел это как раз таки в Майроне. Я возьму его из... тоже из электры. Нет. Нет. А вот это то, что нужно. Мы просто берем Ctrl-C аккорды, идем в новый паттерн. Ctrl-V. Ctrl-L. А если выше на октаву? Для вступления, мне кажется, это шикарно. Но мы можем добавить бас, который у нас уже есть. Вот этот из сайлота. Но мне кажется, что будет гораздо прикольнее, если у нас будет рис бас. Для этого мы берем серум. Есть тут у меня крутецкий басец. Теперь просто берем Ctrl-C. Ctrl-V. Удаляем все звучки, кроме самого первого на каждой ноте. Ctrl-L. Берем все звуки, кроме последнего. С зажатым Alt-ом чуть-чуть продлеваем, чтобы появился Glide. Именно так будет звучать наше вступление. А основная часть... Ну, как-то примерно так. Давайте добавим уже биточек. Вот этот snare. Вот этот snare. Вот этот 808. Потому что я эти звуки использовал недавно. А это вкладка Recent Files в FL. Короче, если вы используете сейчас одни и те же звуки, они тут всегда у вас будут. Теперь 808 басец. Только в нем нужно cut-at self, естественно, сделать. И прописывать его на не очень большой громкости пока что. И, конечно же, отключить басец. Да. Тут нет какой-то суперсложной логики. Просто какой-то рисунок 808, который строится полностью по корневым нотам аккордов. И все. Теперь снэры. Вот, начнем вот с этого. Он будет у нас типа ритмическим снэром. Вот так. Вот так. Вот так. Наверху выделяем. Ctrl-B. И уберем вот это. Потому что у нас в конце будет идти вот такой снэр. Да. Open Head. Чуть-чуть тоже Out'ем укрутанем. И пропишем как-то так. Теперь почти одна из самых, по крайней мере, точно важных ритмических штук. Это закрытый Head. Вот так. Вот так. Вот так. Чуть убавим громкость на втором звуке. Пропишем на... Четыре такта. И здесь выстроим несколько роллов. Например. И вот так. Ctrl-U здесь. Ну и здесь тоже Ctrl-U. Каждый второй я тоже делаю звук чуть потише. Чтобы получился такой ду-ду-ду-ду-ду эффект. Окей. И теперь переключимся на одну вторую. Пропишем пару дополнительных роллов. Например, вот так. И вот здесь Ctrl-U. Да-да. Да, вот оно. И вот первый звук тоже делаем с запиночкой такой. Здесь тоже самое. Ctrl-U, но теперь еще вот так сделаем. Да, Ctrl-B нажимаем. Большой кик. Звучит прикольно, но играть будет не везде. И обычный кик. Почти полностью будет совпадать с 808, но не до конца. И вот сюда. И еще можно сделать сайдчейн из прошлого видео про сведения для начинающих. Вот по ссылочке вот тут вот это видео появилось. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Я сделаю сайдчейн из этого видео. Я понимаю, что он все-таки немножко сомнительный, но мне сама идея понравилась. Вот, наверное, так. Ну, близко к идеальному. Теперь давайте все это сбросим на микшер. Просто мышкой выделяем. Нажимаем Ctrl-Shift-L на микроре. То же самое проделаем с ударочками. Ну, какой-то условный баланс мы навели. Все в новый паттерн. В том числе и наше вступление перебросим в этот новый паттерн. И делаем сплит-бай-ченнел. У нас, получается, есть два паттерна баса. Один с сайдчейном, другой без. Теперь мы можем заняться расстановкой структурки. И структурка будет у нас такой, что я хочу, чтобы... Берем сюда, закидываем ванноб фильтр. Или любой другой лоу-пс фильтр. Просто конкретно мне очень нравится ванноб. Жмем на эту ручку. Крутим вот так. Снова жмем на эту ручку. Create Automation Clip. И у нас появляется клип автоматизации для ванноб. И я хочу, чтобы вот этот синт очень издалека, скажем так, выплывал. И тут бум! Такой должен быть. Давайте еще погромче. Погромче. Шикарно. И 808 бас без сайдчейна. И вот так. Да. Но здесь уже будет бас с сайдчейном и, собственно, сам кик. Сюда мы можем закинуть Fresh Air. Просто, чтобы он стал поярче. Но самое главное, что с такими звуками нельзя его делать слишком сильным. Уже перебор. Вот как-то так достаточно. И можно закинуть Ozone Major. Чтобы этот звук был максимально большим и ярким, нужно, чтобы он был широким. Яркости мы уже добавили. Сейчас добавим ему объема. Как-то так. Стереоайз включим и... Не слишком сильно. Здесь он будет играть так, но в этом месте он должен уйти в low-pass. И для этого нам снова понадобится One-Nope-фильтр. Нажимаем кнопочку, крутим ручку, нажимаем кнопочку правой кнопки мышки Create Automation Clip. Теперь мы можем добавить сюда еще одну штучку. Это Tremulator от Sound Toys. И в целом можно использовать совершенно любой гейт. Create Automation Clip на его Wet Dry. И просто сделаем так, чтобы он тоже играл только здесь. И все. Больше нигде. И мы получаем... Теперь выставляем вот сюда наш басец. И вот так. И еще Voxy. Потом можем снова выставить сюда вот этот фрагмент. И давайте на этот звук тоже немножечко Fresh Air. И еще из него нужно вырезать немножко низа. Вот почему. Потому что его тут очень много. Ну чуть-чуть эквалайзера сюда нужно. Просто вот немножечко шельфом прибрать низ. Потому что если вот... Вот смотрите, мы отрезали слишком сильно низ, и вот уже все, теряется энергия звука. А вот так? Вот так. Мы сохранили ему энергию и освободили место под наш бас. И сюда у нас залетит вот этот кусочек. Иступление. Но он будет играть вместе со всем битом. А здесь у нас будет вот этот фрагмент. А, и давайте сюда тоже добавим голоса. Про них я совсем забыл. Здесь, наверное, тоже немножко низа отпилим. И можно дать немножечко реверочка. Ну и можно еще раз повторить этот паттерн. И все. Вот это сократим, вот это сократим. И оставим здесь только clap. Нормально. Все примерно без обработок звучит неплохо. Но давайте соберем небольшой групповой канал ударных. На него мы можем кинуть немножечко J37. С моим любимым пресетиком. Просто, чтобы он все тоже опять чуть-чуть собрал. Сделать чуть-чуть поярче, чуть-чуть покрасивее. И еще можем примерно для этого же кинуть Ozone Imager. Как-то так, как-то так. То есть настройки все обычные. И получается из-за того, что мы кидаем Ozone на общую шину ударных, нужно действовать максимально осторожно. Вот типа. Ну и совсем, если уж хочется упороться, то можно добавить какой-нибудь посыл с ревером. Где-то Fetsnare Hall. Чуть-чуть сделаем ему хвостик подлиннее. Чуть-чуть отрежем вниз. И этот сент вернем на канал со всеми ударными. И по чуть-чуть подмешиваем на этот канал. Типа клэп. Ну, конечно, это лишнего. Капельку, капельку, чуть-чуточку объема добавит нам это все. Но с этим, опять же, нельзя заигрываться. То закинем на бас тоже немножко стереоайза. Вот так. Чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть можно, чуть-чуть можно. Ничего страшного. Вот этот серум громковат. Давайте этому пэду тоже дадим фрошейра. О, какой полез низ мощный. А, нет, это от соседей. Эх, соседи сводить мешают. Такой результат мне нравится. И теперь мы можем смело пойти на мастер и жахнуть Озона. Я понимаю, что мы очень давно не жахали Озон. Озон соскучился по нам. Я думаю, что вы соскучились по Озону. Ну, не так. Эксайтер. E-manger. И, ну, динамика Q. Почему бы и нет? И, конечно же, максимайтер должен стоять на последнем месте. Так, на эксайтере Gentle High End. Динамика Q я всегда выбираю Low End Control. Но, короче, с ним нужно максимально осторожно. Вот это все я тоже отключаю. А на E-mangerе я традиционно выбираю Enhanced Space. Но вот сюда, вот это мы отключаем. На максимайзере. Крутим, пока не звенит. И прежде чем мы послушаем этот прекрасный, надеюсь, по вашему мнению, прекрасный биток, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Этот видеокурс стоит 3290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или заказать его, напишите мне, ссылка на меня в описании, вконтакте или в инсте. И напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если вам понравилось это видео, показалось капельку интересным или чуть-чуть полезным, или просто понравился этот биток, то смело ставьте лайк. И через некоторое время уже вы сможете скачать этот проект и самостоятельно в нем поковыряться. А чтобы не пропустить новые разборы битов, какие-то видео по битмейкингу в FL Studio или просто обучалки по FL, обязательно подпишитесь на канал, кнопочка подписаться есть внизу и загорится в самом конце видео. А на этом у меня все, с вами был Стас Гарфпрод, надеюсь вам было интересно и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok